Всем привет! Вот так начинаем новый влог. Люди, как вы там? Думя, руки трясутся. Мы гуляем так хорошо, свежо, солнечно, но уже вечер. Поэтому приятно гулять, когда заход солнца и такое вот красивое небо. Заходили в Магнит Косметик, сегодня там скидки. Наши покупочки. Тут мало интересного. Что-то взяла себе Катя, что-то тут мое. Дальше вон пакетики. Дома покажу, хотя мало интересное там. Но все равно жду Катю, она там еще что-то выбирает. А я уже тут между этажами, видите? Давайте я вам покажу небольшие покупки, которые я совершила. Заходили в FixPrice. Правда, я туда еще вернусь. Не знаю, в этом влоге или в следующем. Там взяла я средства для мытья посуды. Ирма. Выглядит вот так. Сочный лимон. Гель. Это гель. Так что. Потом мы заходили в Магнит Косметик, когда была 20% скидки. И там приобрела пергамент для выпечки. 7 метров на 29 сантиметров. Бумаги у нас сейчас не было, потому что долго не работала духовка. Мы ничего не выпекали. А когда поменяли духовку, вот теперь можно закупаться. То, чего давно нет у нас в доме. Также взяла пакеты для хранения и заморозки. Большие и прочные. Поле для записи даже есть в этих пакетах. На 3 литра 50 штук сохраняет свежесть продуктов. Но мне они нужны не только для заморозки, но и для бытовых каких-то вещей. Так как они для продуктов, то хлеб, например, тот же положить купленный. Далее. Всего была одна тетрадь, но я бы взяла еще вот с такой милой собачкой. Посмотрите, какая прелесть. Это 3D-шная тетрадь. Я ее взяла не себе. Отдам девочке для того, чтобы писать. В общем, это вся коллекция. Ну вот, была такая собачка. Видела вот такую ручку попугай. Так что ручка тоже пойдет в подарок вместе. Ну, как презентик. Не подарок, а презентик. Также в магните уже на кассе увидела бальзамы для губ. Но, конечно, я не могла пройти мимо, потому что коллекцию хочется иногда пополнять. Они стоили, по-моему, по 139 рублей. Я выбрала вот такой диско-шар с 20% скидкой. Ну, где-то 110 рублей они мне обошлись. Я взяла с огромным удовольствием вот такой диско-шар. Не буду пока открывать, смотреть, какой он внутри. Но очень интересненький. Мне понравился. И второй. Это вот такое милое сердечко. Но оно мне понравилось больше не этой стороной, а вот этой. Смотрите, какая милота, красота. Прямо реально красиво. Тут видно уже, какого цвета. От сердечка пахнет виноградом Изабеллой. Поэтому я так думаю, что здесь виноградный аромат. Ну, милашно. Прямо вот очень понравились. Оба там были еще в виде кексика, в виде ананасика, еще какие-то. Но вот у меня впечатлили эти два, и я решила взять их. Было еще что-то там по хозяйственным нуждам. Но я вам уже это показывать не буду, потому что уже совсем неинтересно. Более-менее интересное я вам показала. Давайте я подключусь вот так. Правда, без предупреждения. Обычно мы с вами сначала возьмем масочку, потом вы уже готовитесь морально увидеть меня к умью. Ну, а тут, видите, я так раз резко и подключилась уже в маске. У меня сейчас жизнь такая, как каникулы из простоквашины. Помните, у мамы там осталось два платья поносить, и она может с отпуска возвращаться. Ну, так вот, мой отпуск, который я провожу здесь, осталась одна масочка. И, как видите, я ее уже налепила на лицо. Это значит, что отпуск мой такой своеобразный, день тут, день там, подходит к концу. Я вам сейчас включу, вот сейчас будьте готовы, будет очень шумно. Почему я сюда убегаю? Квартира свекрови, да, она пока сейчас лечится с младшей дочкой. Они пока проходят курсы, мы тут просиживаем время от времени то сюда, то домой. Ну, по-разному, вы сами видите по видео, то здесь, то там я. Вот, готовьте, сейчас будет очень шумно. Почему я сюда убегаю? Вот, так что опять тишина. Да, очень шумно, это один, а во-вторых, очень пыльно. Эта пыль долго оседает. Денис сам делает кухонную мебель, и поэтому вот то, что стружка вот эта, вот мелкая пыль летит, ну, не хочется ей дышать, потому что Денис уходит в маленькую комнату, потом все это дело оседает, и потом уже я возвращаюсь, мы там убираем их. И в любом случае, в течение недели потом все еще это оседает на полочке, вот мелкие всякие вещи, которые, ну, приходится мыть, протирать. Ну, вот, а потом я опять могу сюда, а он там следующее делает. Сейчас там дело в дверках, уже они все просверлены, отсверлены, в общем, вся вот эта шумовая, все шумовые дела уже сделаны, он уже красит их. Поэтому скоро, понедельник, наверное, будет вешать. Я вам покажу результат заключительный. Скорее всего, это будет уже в следующих влогах, не в этом. А в этом пока такой отдыхательно-развлекательный. Что-то купила, куда-то сходила, ну, вот, видите, что-то налепила. Вот так в этот раз. Много гуляем. Сказать, что я все время тут, нет, и домой бегаешь, потому что там и стирка, и дела какие-то домашние, ну, это никто не отменял, то есть все равно свои дела я делаю. Ну, и плюс съемка надо, у меня там ароматы по всему полу расставлены, надо дальше снимать их. Я воду еще дома неделю, и если ничего не отменится, через недельку в 25-х числах мы едем на Волгу. Ненадолго, может быть, на недельку, дней на 10, но планируем. Опять в том же составе, как в прошлом году, Макса Канил, его взять, ну, захочет, приедет после проблемы. А так едем с Катей, там же будет свекровь с младшей дочкой, а едем к старшей дочке свекрови, ну, к родной сестре моего мужа, к старшей. Их там трое, младшая с нами, и девичник такой получается, нас 4 человека едет в гости. Вот, так что мы встретимся снова с Плюшей, это главный член семьи. Ну, вот, мы с вами увидимся с Плюшей, скорее всего. Ну, и, конечно, мы сходим на Волгу. Потому что ради Волги, ради вот этой красоты, я туда еду, потому что отдых около воды, это просто сказочно. Это на самом деле сосновый, там есть лес, и дышишь. И опять смена обстановки. Ну, я потом заряжаюсь на целый год, потому что в этом году, скорее всего, море не светит. Вы, наверное, смотрите, да, мне красится пора. Да, я сейчас не крашу волосы, что-то они очень сильно полезли, поэтому лучше я немножечко седая похожу, чтобы последние не выпали. Что-то, видимо, не то сезон, не то еще что-то в погоде, что-то, ну, вот как-то волосы сильно посыпались. Вот. Ладно, помолчу немножко, полежу 20 минут. 20-30, написано, минут 20 полежу. Остальное все равно вбивающими движениями в лицо, и оно будет еще работать какое-то время. Давайте кусочки покажу, когда я здесь была одна, чем занимались мои мужчины. Это очень интересно на самом деле. И да, девочки, кто пишет хамские, грубые комментарии, я вас блокирую, не отвечаю. Поэтому, ну, лучше, если вы хотите общаться, то общайтесь в нормальном ключе. И нахамить мы все можем. А писать что-то доброе и находить за что хвалить, это, конечно, нужно особый вид доброты. И поэтому давайте ценить, что я делаю для вас. Поэтому воспринимайте, как сняли вам кино, и вот наслаждайтесь им. Ладно, все, я пошла лежать. Ну, как пошла, я уже лежу. Ой, я вам сейчас, знаете, какое включение сделаю? Я сейчас пока валялась. Денис прислал видео. Он сейчас красит мебель, ну, доски красит, да, и красит на чердаке. Он там, правда, в видео скажет подвал, потому что так чердак называет, он как в подвале. На чердаке, потому что запах краски настолько сильный, и дома, ну, это невозможно. И красит на чердаке. И вот он как раз кусочек, когда он пошел второй слой красить на чердак, снял видео оттуда. Поэтому я вам сейчас обязательно еще и этот кусочек тоже вставлю в тех роликах, когда они что-то готовили, что-то там выпиливали. И вот, поэтому где-то будет шумно, где-то весело. Ну, в общем, как-то так. Подвал, страсти и темнота. И в таких нечеловеческих условиях красили распрелестную мебель для мамы. Ящичек, вам показать. Может, подальше, чтобы видно лучше он уедет. Ага. Та-дам! Класс! Та-дам! Мы тебя тоже. Сынок, Да. Как тебе опыт получения делания картошки пирожного? Немного липкий, на самом деле, опыт. Липкий опыт? Да. Мама, посмотри, какой у нас профессиональный парень стал. Да. Он тут сам делает картошку. Приходи на огонек картофель. На огонек. Надеюсь, мы ее не спалим. Поэтому, мам, не приходи. У нас огонька не будет. Туда загляни лучше. Туда? Да. Такая вот у нас там огоньковая штучка жарится. Наверх еще загляни. Вот это? Да. Да, ну. Простите. Простите. Ну, передо мной, извиняюсь. Сынок. Люся тут уже отруководилась. Еще съела с горя. Я что-то утомился тут это все выпиливать. Ну, хотел тебе показать количество пилочек. Видишь, дверь закрыта, они туда как-то попадают между дверями. Фух. В общем, как-то так. Мама, угадай, чьи-то руки крутятся тут. Папина? Там. Вот купили духовку. Макс теперь научился там пирожные делать. Ну, как научился? Тесто. Вот раскатывайся. Сделай сосиски в тесте. Сынок. Может, еще что-нибудь купить? Вот духовку купили, теперь вот делает. Купи посудомойку. Я хотел, мама отказалась. Я соглашаюсь. Не, поздно. Ты тогда ничего не будешь делать. Надо что-то купить такое, чтобы ты делать начал. Вот, видишь, духовку купили, стал делать. Я вообще-то посуду мою. Красавчик. Посуду с собой заберешь, там помоешь. Наша сыночка испек свой первый пирожок. Вот так. Сам. Вытаскай. Аккуратно. Мамочки дорогие. Ну, что так не жить? И хлеб даже домашний теперь у нас есть. Ну, как ощущения? Неплохо. Все-таки тесто надо поменьше в следующий раз. Немного поменьше. Ну, вот здесь было нормальное толщина тесто. А дальше там пирожок получился. Ну, тоже ничего. Будешь пирожками питаться. Да. Красота. Маме привет. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...